Одной из главных тем международной промышленной выставки Иннопрум стало устойчивое производство стратегии обновления. Страной-партнером по ней выступила Белоруссия, которую представили 125 предприятий и политиков. Главное – наладить кооперацию государств. В этом ульяновцам есть чем гордиться. На форуме удалось заключить сразу два контракта с белорусскими коллегами. Так, до конца года в Димитровграде начнут производить прицепную и навесную сельхозтехнику. Соглашение подписано с компанией «Полесье Машстрой». Это совместное российско-белорусское предприятие. С этой компанией большой проект по производству навесной техники для нашего сельского хозяйства, для тракторов. Это и разъехлители, это и пассивные машины. Ну, номенклатура порядка 50 наименований. Детали проекта губернатор обсудил с заместителем премьер-министра Республики Беларусь Петром Пархомчиком. Общий объем инвестиций составит более 230 миллионов рублей. Предусматривается создание новых рабочих мест. На первом этапе на площадке Димитровградского индустриального парка «Мастер» наладят производство культиваторов, разбрасывателей, дисковых барон. Что сейчас образовалось определенное, ну, дефицитом я бы это не назвал, но аналогичная продукция поставлялась к нам из европейских стран, из Турции. Ну, вот мы хотим это импортозаместить, потому что компетенции для этого достаточно. Сырье практически все российское, поэтому не видим никаких проблем с реализацией данного проекта. А вот старший брат Полесье ДГ успешно работает в Димитровграде уже несколько лет. Белорусское предприятие также локализовано в парке «Мастер». Компания выпускает более трех тысяч наименований игрушек для детей разного возраста. В том числе создает игрушечные версии реальных большегрузных машин. Теперь продукции в арсенале прибавятся. На Инопроме подписали лицензионный договор с ПАО «КамАЗ». Это будут три типа размера игрушечных грузовиков «КамАЗ», которые будут сделаны по мотивам, скажем так, настоящей техники. Цель данного проекта – это популяризация отечественных промышленных брендов, ведущих наших производителей. Кроме того, стенд Ульяновской области, где 28 компаний представили свои разработки, посетили лидеры России и других стран. Это председатель правительства Михаил Мишустин, премьер-министр республики Беларусь Роман Головченко, премьер-министр республики Казахстан Алихан Смаилов. Губернатор презентовал им промышленный потенциал региона. Внимание первых лиц поможет привлечь дополнительную федеральную поддержку для развития нашего региона. Анна Тищенко, Улправда ТВ.